Добрый день! Я рада приветствовать всех вас на этом вебинаре. Меня зовут Ульяна Куплина, я аналитик-консультант компании «Кодерлайн». Поздравляю вас со всех с наступающим 8 марта международным женским днем. И на сегодня мы на этом вебинаре рассмотрим наиболее частые ошибки ведения бухгалтерского налогового учета, которые встречаются в программах 1С предприятия. Как правило, в программе 1С бухгалтерия таких критичных ошибок особых и нет, потому что эта программа в принципе интуитивно понятна для бухгалтеров, и ведение бухгалтерского учета в ней тоже интуитивно понятно. Наиболее частые ошибки, которые встречаются в своей практике, встречаются в программе 1С и ERP, 1С комплексная автоматизация, введение бухгалтерского учета в ней абсолютно идентично в этих двух программах. И, соответственно, сегодня мы в основном будем рассматривать ошибки, которые встречаются именно в этих программах. И первый наш вопрос. Первый наш вопрос связан со счетами-фактурами. Мы рассмотрим в программе 1С и ERP счета фактуры, исправленные и корректированные. Немножко теории исправленный счет-фактура. Это тот счет-фактура, который является отменяющим первоначальный счет-фактуру, и выписывается в связи с увеличением каких-то данных в первоначальном счете-фактуре в большую сторону. А корректировочный счет-фактура – это счет-фактура, который вносит изменения в первоначальный счет-фактуру, но не отменяет его. Соответственно, часто очень у бухгалтеров возникает вопрос, как в программе 1С и ERP комплексная автоматизация выставить корректировочный счет-фактура, а как выставить исправленный. Рассмотрим, как выставить исправленный счет-фактура. Это достаточно просто. Для этого нам нужно открыть первоначальный счет-фактуру и ввести на основании его исправленный счет-фактуру. Вот у нас есть первоначальный. Мы нажимаем «Вести на основании корректировочный исправительный счет-фактуру», вносим его в систему. И вот здесь в разделе «Застав товаров, работа, услуг» мы можем поправить какие-то моменты, которые нам нужно поправить. Например, сумму в большей стороне у нас поменялось. И так, после того, как мы проведем этот счет-фактуру, то мы сможем распечатать исправленный счет-фактуру. То есть у нас будет непосредственно счет-фактура исправления. Корректировочный же счет-фактура отличается тем, что он вводится на основании документа корректировка реализации либо корректировка поступления, либо возвраты от клиентов, либо возвраты поставщику. Например, у нас есть возврат товаров от клиента, и мы вводим на основании его, вот здесь у нас появляется гиперстерка «Выбитый счет-фактуру». Мы вводим счет-фактуру выданный, выписываем его для клиента. Вот в этом подстракте, например, у нас клиент там возвращает товар. Может как полностью, так и частично быть возвращен товар. И мы выписываем корректировочный счет-фактуру. Когда мы выводим его на печать, то у нас непосредственно выводится на печать корректировочный счет-фактура, и табличная часть его полностью соответствует законодательству. То есть в основном, да, вот этот вопрос мы рассмотрели. Когда мы вводим систему исправленный счет-фактура, когда корректировочный. То есть если вы вводите на основании возврата товаров от клиента или корректировки реализации, также неисправленный счет-фактуру можно ввести на основании корректировки реализации. Это все будет зависеть от того, в связи с чем у вас корректировка. Если у вас корректировка в связи с уменьшением товаров в меньшую сторону, то система вам зарегистрирует корректировочный счет-фактуру. Следующий вопрос, который тоже часто возникает в системах 1S ERP, 1S комплексная автоматизация, а также 1S управления торговлей, потому что он связан с ведением оперативного учета. И бывает такое часто, когда менеджеры, которые вводят документы в систему, они не бухгалтеры и они могут ошибаться в ведении, потому что они не очень хорошо, например, понимают бизнес-процессы. И когда мы смотрим, бухгалтер смотрит взаиморасчеты с клиентами, то может быть развернутая сальва по взаиморасчетам с клиентами. Такая ошибка встречается достаточно часто и чаще всего она встречается, когда у нас разные варианты взаиморасчетов, такие как расчеты у нас с клиентом в валюте по договору, а оплачивают он нам в рублях. Мы можем отследить взаиморасчеты по отчетам, если это расчеты с клиентом, то это отчеты по продажам, если это расчеты с поставщиками, то это отчеты по закупкам. Принцип одинаковый. Отчет называется, отчет называется ведомость расчетов с клиентами и также и ведомость расчетов с поставщиками, они формируются одинаково. И вот если мы посмотрим, то вот такой пример у нас есть, когда с клиентом расчеты по договору в валюте, оплачивает он в рублях и вот такая, ну образовывается вот такая развернутая сальва. Конечно, остаток клиента и в рублях, и в валюте, хотя это оплата, идеализация, все по одному договору, но где-то что-то пошло не так, и у нас в системе вот такая развернутая сальва. Естественно, дальше у нас в проводке бухгалтерского учета идет также развернуто, не скопывается на наших оборотах 60-го либо 62-го счета, в зависимости от того клиента или поставщик. И также, если это у нас 1С управления торговлей, то в 1С бухгалтерии выгружаются данные также в развернутом виде, и нам приходится потом все это скопывать вручную. То есть изначально, как эту ошибку исправить? Сначала нужно поправить ее в оперативном контуре, а потом уже отразить в бухгалтерском учете или в управлении торговли перевыгрузить этот документ еще раз. Вот с чем связана такая ошибка? Мы можем расшифровать этот отчет двумя кликами мышки. Мы можем открыть другой отчет или, например, расшифровать по документам. Мы видим этот конечный остаток в рублях по этой ведомости взаимно-расчетам. Но чтобы понять, откуда он взялся, вот так расшифровываем по документам. И видим, что вот у нас реализация товаров и услуг делает такую запись в рублях. Открываем ее, этот документ. И здесь мы видим вот такой момент, что у нас, во-первых, в этой реализации выбран договор в рублях. Посмотрим на фарты расчета и оформления. У нас есть валюта рублей. Хотя по факту у нас с клиентом расчеты в валюте. Значит, уже, в принципе, неправильно выбран договор. Если мы захотим перевыбрать этот договор, то есть нам нужно выбрать договор в валюте, то в списке его нет. Это значит, что где-то еще ошибка. И смотрим дальше. У нас есть второй сел, валюты, взаиморасчеты. И мы видим, что здесь у нас сумма документа в долларах, а сумма взаиморасчетов выбрана в рублях. Такое может быть. Может быть, в принципе, неправильно подставляться. Либо, например, документ по ИДО неправильно загрузился, либо менеджер, когда его вводил, тоже неправильно здесь отразился и выбрал неправильные валюты. Нам здесь нужно поменять, что взаиморасчет у нас тоже в долларах. И сумма документа тоже в долларах. И таким образом у нас появляется возможность выбрать договор в валюте. Мы его выбираем. И здесь достаточно просто перепровести документ реализации, чтобы у нас все стало хорошо и красиво. И посмотрим, ведомость и марасчетов. Вот у нас наша задолженность схлопнулась. Как не допускать таких ошибок? То есть, в принципе, нужно прописать методологию учета, как у вас ведется учет в валюте. Ну, в принципе, есть достаточно много развития на эту тему и стандартная типовая справка программы 1С. Также там все хорошо расписано, как именно сделать настройки программы. В частности, это должен быть договор у нас в валюте. Мы должны прописать, что у нас взаиморасчеты в валюте. Мы указываем в договоре. А оплата в рублях. Этого будет достаточно для того, чтобы правильно формировать документы по договорам. И на вкладке «Учетная информация» нам нужно выбрать группу финансового учета взаиморасчетов, в которой мы тоже прописываем, как правильно отражается, как правильно должно у нас отражаться по счетам учета. Вот, то есть группа финансового учета расчетов с партнерами в 1С комплексной автоматизации, если определяет, на каких счетах учета у нас будут сформированы проводки, по каким счетам учета. И вот на такую группу финансового учета следует ввести следующим образом. Называем ее, например, «Расчеты в валюте». Выбираем, для чего она используется клиентами в данном случае. Если с поставщиками, то выбирайте с поставщиками. И выбираем, что у нас вариант правила оплаты – это расчеты в валюте, оплата в рублях. И таким образом у нас долг клиента, он будет у нас на счете 62.21, либо 62.31, да, то есть какой-то из этих счетов, или если в УЕ, то он 62.31. А авансы клиентов у нас будут на счете 62.22. То есть прописываем вот эти счета учета. После того, как мы ввели группу финансового учета, нам ее нужно выбрать в договоре. И когда мы выбираем этот договор, документ реализации, у нас на кладке… Ну, в принципе, да, когда мы выбираем этот договор в документе реализации о товарах и услугах, то у нас тогда уже будут правильно подставляться проводки. Посмотрим отражение в бухгалтерском учете. И вот мы видим, да, что у нас происходит зачет аванса клиентам со счета 62.22, и выручка от реализации у нас также стала корреспонденцией с расчетом 62.21. То есть, опять же, тоже такой вопрос возникает, что у меня неправильно встают проводки по расчетам с клиентами, либо расчетам с поставщиками. Это уже следующий, можно сказать, вопрос, следующая ошибка, которая встречается в программах 1S ERP и комплексная автоматизация. Это неверная настройка группы финансового учета. Своим расчетом с клиентами, либо с поставщиками. То есть, проверяйте тогда, как у вас настроена группа финансового учета. Если вы делаете отражение в учете, видите, что неправильно встает, то зайдите в настройки группы финансового учета и проверьте, настроены ли они у вас вообще в принципе. Потому что изначально по умолчанию, если вы в договоре не выберете вообще никакую группу финансового учета, то система по умолчанию там на 62 счет это отнесет, либо наоборот, вам будет ругаться, что не выбрана группа финансового учета. Вообще не формировать проводки такое тоже может быть. То есть, проверяйте. Настройки группы финансового учета у нас находятся в разделе финансовый результат контролем, и здесь мы можем их настраивать. Также, если у вас неправильно встают различные субконта и аналитика, то тоже проверяйте группу финансового учета. Это то, что касается взаиморасчетов. По проводкам по приходованию товаров, материалов, то же самое. По группам финансового учета. То есть, в разделе номенклатуры, в карточке номенклатуры, правило определения счетов учета у нас задается в карточке номенклатуры. В разделе рекоментированный финансовый учет мы здесь должны выбрать группу финансового учета. То есть, если в бизнес-бухгалтерии у нас есть группа по умолчанию, и она подставляется в зависимости от вида номенклатуры, здесь же такого нет. Если у нас вид номенклатуры, например, материалов, то необязательно эти материалы могут приходоваться на счет 10. Если мы выберем не ту группу финансового учета, то они будут приходоваться неправильно. То есть, вот смотрим, да, в группе финансового учета мы прописываем, на каком счете учета отражается эта номенклатура. Несмотря на то, что конкретно в этой карточке номенклатуры у нас выбран вид номенклатуры материалы, у нас вот эта номенклатура будет отражаться на счете 41, потому что мы так задали в настройке финансового учета. И, соответственно, если вы видите, что у вас в документах, например, поступление от поставщика вы вводите и видите, что купленные материалы приходятся на счет 41, хотя должно быть на счет 10, да, как вы видите, вы покупаете материалы для производства, то проверьте группу финансового учета в карточке номенклатуры. Переходим к следующему вопросу, который часто встречается. К ошибкам. Ну вот, например, отсутствие аналитического учета, то есть я уже немножко затронула. Это может возникать, когда в документах не запомнены какие-то данные, и в том числе и в настройке. То есть, например, посмотрим опять же реализацию товаров и услуг. Если у вас в договоре информативная реализация вот такая у нас, да, реализация товаров и услуг. Если у нас в договоре... Вот еще хочу сказать, что в программе 1С комплексная автоматизация, ERP и управление торговлей есть разные, ну, такие два типа объектов. Это соглашения и договоры. И вот тем, кто работал до этого в бухгалтерии и перешел на комплексную автоматизацию, ERP, им, может быть, не всегда понятно, чем они вообще между собой отличаются. Так вот, соглашения с клиентами либо с поставщиками, они регулируют условия закупок либо условия продаж. Если это соглашение с клиентом, то в нем мы задаем, какие товары мы ему продаем, по каким ценам, в какие сроки. То есть это именно соглашение об условиях продажи. А расчетная информация, регламентированная в том числе, у нас задается в договоре. То есть договор служит для того, чтобы в системе правильно пошли настройки отражения в учете. То есть в договоре мы не задаем ни цены, ни скидки, ничего. Мы тут задаем счета расчетов, счета банковских счетов, подписантов, подразделения, правила оформления расчетов в рублях, валюте и так далее. Налогообложения задаем, учетную информацию. То есть вот эти все моменты настраиваются в договорах. Соответственно, вот в этом договоре у нас, например, не выбрано подразделение. Когда мы выбираем такой договор в реализации товара в Facebook, то по умолчанию на вкладке дополнительно у нас также подразделение не будет заполняться. И если мы его не заполним ручную, но при этом документ проведем, и отразим в учете, то мы увидим, что в аналитике не заполняется. В аналитике не заполняется именно это подразделение. Или, например, направление деятельности не выбрано. То же самое, если у нас ведется учет в разрезе направления деятельности, то вот у нас вот эта реализация не выбрана. Если мы посмотрим проводки, по ней, то у нас в ней, в этих проводках не будет выбрано направление деятельности. То есть, если система нам без подразделения еще не позволяет провести документ, то без направления деятельности она нам позволит провести документ, и у нас таким образом не будет достаточно аналитики. То есть, вот у нас на счете 90, там наш финансовый результат, наша выручка от продаж, она ну, стала, да, без направления деятельности. То есть, у нас есть подразделение заполнилось, а направление деятельности не заполнилось. Соответственно, если мы сделаем оборотную сальдовую ведомость по счету 90.001, сейчас формирую, так, по счету 90.01. то мы увидим, что направление деятельности у нас не заполнено. Вот, оно пустое. Соответственно, если у нас в дальнейшем расходы распределяются, настроенные статьи расходов, например, расходы распределяются пропорционально выручке по направлениям деятельности, то они не будут распределяться. Могут при этом не закрываться 20-е счета, 44-е счеты, счета учета затрат, затратные счета, могут не закрываться. И бухгалтер часто не понимает, почему не закрываются счета, а вот почему, что нету, ну, система не понимает, как их закрывать. То есть следите за аналитикой. Недостаточное отсутствие аналитики может быть ошибкой, если у вас в дальнейшем есть алгоритмы, которые завязаны на этой аналитике. Дальше могут быть такие ошибки, точнее, я тоже достаточно часто встречаюсь к своей практике. Это когда у нас материалы либо товары мы продаем, но они не относятся к основной деятельности организации. То есть организация не торговая, на счете 10 на складе у нас лежат какие-то материалы, и мы их, например, продаем. То часто такая ошибка встречается в 1С-бухгалтерии. Сейчас я ее покажу. В 1С-бухгалтерии у нас может что-то, вот эти там, материалы лежат на счете 10, и при продаже, при продаже этих материалов система нам будет подставлять счет выручки 91. Но может быть такое, часто я вижу, в чем ошибка заключается в том, что бухгалтер берет, заходит в реализацию, то есть он выбрал материалы, у него здесь счет 10.01, например, а соответственно счет доходов у него 91.01. и бухгалтер вручную исправляет, выбирает здесь счет 90.01. И вот таким образом у него формируются проводки. Со счета 10 у нас материалы вписываются на счет 90.01, он проходит в выручку. Это неправильно, методологически по правилам бухгалтерского учета это неправильно, и система будет ругаться, система выдаст ошибку и я покажу сейчас как посмотреть эту ошибку. Тоже хочется отметить, что нечасто бухгалтеры пользуются таким полезным отчетом в системе 1С-бухгалтерия, как отчет экспресс-проверка. Вот в этом отчете по экспресс-проверке мы можем смотреть любые ошибки, которые возникают в системе. Еще попозже его тоже рассмотрим, но сейчас я покажу, как система ругается. вот наша реализация есть, в которой выбрана неправильная корреспонденция счетов учета. Мы формируем отчет за этот период. Экспресс-проверку делаем. Такой отчет можно формировать перед каждым закрытием перед каждым закрытием месяцем. не выдает мне ошибку, но вот здесь в анализе состояния бухгалтерского учета достаточно сложно перевести ошибки в базе, в экспресс-проверке ведения учета, вам здесь будет ошибка о том, что неправильно, неправильные проводки бухгалтерского учета. Как избежать этой ошибки? Не надо исправлять в самом документе. Я видела, встречалась с тем, что у бухгалтера делают комплектацию, то есть в разделе склад, делают комплектацию номенклатуры, то есть вот эти материалы, которые у них лежат на десятом счете, они сюда вводят в систему документов комплектации. Допустим, выбирают какой-то материал, который лежит у них на десятом счете, счет учета у них 10, 0, 1, например, и выбирают, что якобы они из этого материала сделали комплект, который будет учитываться на счете 41. Соответственно, система делает проводку по перекомплектации этого материала на счет 41, но, как по мне, это достаточно трудозатратно каждый раз создавать такие документы, при этом у вас в программе начинают, в программе дублируются все материалы, которые вы должны с десятого счета перекинуть на 41, соответственно, у вас будет подвен инвеклатуры с одним и тем же одинаковым названием, может быть, в дальнейшем ошибки могут пойти, потому что могут быть неправильно они выбраны в документах. Вот, в этом случае я рекомендую делать постелоперемещение между складами, то есть, мы делаем перемещение между складами и вот эту номенклатуру с десятого счета перемещаем на счет 41, при этом отправитель склад получательный на один и тот же склад. И все, и вот мы видим, что у нас проводки 40, 60 счета на 41 переместились, после этого мы можем продавать этот товар уже с фиксацией выручки на 90 счете. Это то, что касается 1С-бухгалтерии. В 1С-ЕРП, если у нас товар оприходован на счет 10, то в этом случае нужно либо сделать корректировку корректировку счетов учета, то есть, выбрать группу финансового учета в товаре, другую, непосредственно карточки номенклатуры. Если же у вас произошло такое, что лежат материалы на 10-м счете, потом вы их решили продать. Если вы это делаете разово, это касается и 1С-бухгалтерии тоже. Если вы это делаете разово, если, например, у вас эти материалы один раз вы их просто продаете, то это действительно выручка от прочей деятельности, если это не основная ваша деятельность. Например, у вас транспортные услуги оказывает организация, у вас есть машина, вы ее решили продать, с первого счета списали как основное средство перевели в ряд прочих материалов для транспортных организаций. Рекомендуется это делать на 10-й счет, приходовать такие автомобили и продавать до 10-го счета. У вас будет действительно выручка от прочей деятельности на 91-м. Соответственно, все правильно. Если же у вас в принципе неправильно были как-то эти материалы оприходованы, а поправить документ реализации уже, точнее, поступления уже нельзя, период закрыт, то вот либо делается перемещение между складами, а в 1С ERP можно сделать документ реклассификации расходов, но мы еще позже поговорим. Следующий вопрос, который часто возникает, это в 1С ERP есть прямые затраты, есть косвенные. Переключаемся на 1С ERP. Часто возникают вопросы, как вообще в принципе в 1С ERP определяются прямые затраты и как определяются косвенные затраты в целях налогообложения по налогу на прибыль. Как их, скажем так, перевести из прямых в косвенные и так далее. Затраты. Затраты в 1С ERP все определяются с помощью настройки статей затрат. то есть это раздел финансовые результаты контроллинг и здесь у нас есть раздел статей расходов. Все затраты, которые вы вводите в 1С ERP комплексное и управление торговлей будут зависеть от настройки статей расходов. И, например, мы здесь посмотрим любую совершенную статью. у нее есть различные варианты расходов, типы расходов. От этого зависит возможность выбора счетов учета. То есть тип расходов, вот этот тип расходов, расходы по приобретению товара, расходы на продажу производственную и так далее и прочее. От этого зависит возможность выбора счетов учетов на вкладке регламентированный учет в настройках статьи. Например, если мы выберем, ну и также, в принципе, настройка этих расходов. То есть если нам нужно, чтобы расходы были включены в себестоимость товара, то мы должны выбрать такой вид расходов, например, расходы по приобретению товара, это касается тех расходов, которые включаются в себестоимость при закупке, либо, например, на вкладское охранение, они тоже могут быть включены себестоимость и выбираем вариант отражения в рекламентированном управленческом учете. То есть в зависимости от выбора типа расходов у нас будет и различные варианты отражения в рекламенском учете. Например, если мы выберем прочие операционные и расходы, то в рекоментированном управленческом учете мы можем их либо списать на финансовый результат, то есть это на 90-й счет в конечном итоге, либо отнести к расходам будущих периодов. Распределить вручную – это то же самое. То есть тоже мы сможем их распределить вручную на 90-й счет. Вот. Выбор варианта налоговых расходов зависит от того, какой мы установили флажок по расходам под деятельностью – основная, прочая, либо основной и прочий. Тогда в этом случае на вкладке «Регламентированный учет» мы можем выбрать вид расходов по налоговому учету. И этот список, он закрытый, ограниченный. Закрытый означает то, что мы в пользовательском режиме не можем внести ничего дополнительного сюда. Соответственно, мы выбираем этого списка, который здесь у нас есть. И именно вид расходов, который мы выберем вот в этом окошке, он именно определяет то, как эти расходы будут у нас учитываться в декларации по налогу на прибыль, то, как они там станут. То же самое касается прочих расходов. И счета учета, которые мы заполняем, да, счета учета для отражения в рекоментированном учете, список этих счетов учета будет также зависеть от настройки, от настройки типа расходов. Соответственно, если вы хотите задать здесь определенный счет учета, а его в списке нет, например, там, ну, какой-то там, не знаю, например, вы хотите задать счет учета 91, а его в списке нет. Это просто означает, ну, вот, например, вот здесь, да, вы хотите счет списания задать, 20-й счет, а его в списке нет, список на счет 90 и 91. Это означает, что, во-первых, методологически неправильно будет списывать на этот счет, а во-вторых, во-вторых, возможно, вы что-то, ну, если вы знаете, что точно у вас здесь должен быть такой счет, а не какой-либо другой, то проверьте настройку типа расходов и флажок расходов по какой деятельности. От этого зависит как раз вот список счетов учета. Рассмотрим дальше как раз отражение прочих доходов и расходов. Документы по реклассификации затрат и доходов. Давайте рассмотрим, рассмотрим для начала прочие расходы, которые, например, должны быть отнесены к себестоимости. Дальше мы еще коснемся к себестоимости. И вот, например, у нас есть расходы на доставку. Мы их отнесли на документы приобретения товаров и услуг, включили в себе стоимость. Ну, или вообще неважно на самом деле, мы сейчас речь идет именно о смене. Как нам поменять один вид затрат на другой вид затрат. Вот мы внесли документы в систему приобретения, например, услуг и прочих активов. И у нас есть какой-то вид расходов. Но мы понимаем, что это у нас... В итоге мы поняли, что это не прямые расходы, а косвенные. И нам нужно перенести эти, так сказать, перенести эти расходы со статьи доставка на статью аренда. Ну, то есть неправильно внести документы в систему и, к примеру, период закрыть. Бывают компании, в которых период закрывается каждые три дня. То есть в крупных компаниях такое вполне возможно. Вот, соответственно, как поменять оперативный момент, текущий момент расходов? Я вам скажу документ по реквалификации расходов. Находится он на вкладке финансового результата, контролинг, документы отражения прочих доходов и расходов. То есть часто такое бывает, часто вопросы возникают, что неправильно выбрана статья расходов, как мне поменять, неправильные расходы были там прямые, а сейчас я понимаю, что эти расходы у меня косвенные, как поменять. Создаете документ реквалификации расходов и выбираете в нем те расходы, которые вам нужно отнести на другую статью. То есть здесь у вас будет одна статья, а в корректировочную статью расходов выбираете ту, которая вам нужна. И таким образом у вас могут прямые расходы поменяться на косвенные, то есть если вы видите, что у вас неправильно. Часто бывает такое, конечно, многие знают об этом, об этих документах, но часто бывает такое, что бухгалтер делает просто операцию, операцию вручную, которая находится в разделе регламентированный учет, операции регламентированный учет. Если бухгалтер видит, что что-то сделано с системой неправильно, то он делает, так как не знает, как исправить, то создает операцию в регламентированном учете. Но вот методологически правильнее будет создавать именно документы отражения прочих расходов и доходов. С помощью этих документов можно зарегистрировать в системе доходы, например, доходы будущих периодов, можно также зарегистрировать какие-то прочие расходы, например, вы клиенту выдали подарки, и в системе вот эти расходы на материалы, которые вы списали как подарки, вы можете зарегистрировать с помощью документа регистрация расходов. Писать или, например, списанием расходов зарегистрировать. Вот. То есть эти документы очень полезны. И именно переквалифицирование одних расходов в другие, переброска с одной статьи затрат на другие статьи затрат, делается именно с помощью этих документов, а не документами операции в регламентированном учете. Ну и в том числе, если вам нужно поменять аналитику, то есть, например, у вас в документе приобретения у вас выбрано неправильное подразделение, например, да, и вам нужно перенести с одного подразделения на другую, что доходы, что расходы. Это также вы делаете с помощью документа отражения точек доходов и расходов. Дальше мы переходим как раз к документам, к расходам, которые распределяются на себе стоимость. Например, транспортные расходы. В принципе, часто возникают такие вопросы, как мне включить себе стоимость товаров, работы, услуг, какие-то расходы в 1С комплексное, в 1С ERP. В частности, вот рассмотрим на примере доставки. Это достаточно часто. Здесь могут быть и аренда, и какие-то другие различные расходы. Мы рассмотрим просто как пример именно доставку. Для того, чтобы правильно распределились расходы себе стоимость товаров, нам нужно правильно настраивать статью. И здесь вы должны выбрать либо расходы по приобретению товаров, либо, например, расходы на сквозь хранение и обработку. Здесь есть такой вид. То есть, если мы выбираем расходы на продажу товаров, если у нас доставка от нас, кейс до клиента, то мы увидим, что здесь уже их достоинность включить нельзя. Ну и, как правило, эти расходы не включаются в себе стоимость товаров. Соответственно, это расходы на приобретение товаров, если мы говорим об отставке от посадщика до нас. Выбираем, что мы их относим на себе стоимость, и выбираем правила распределения. Здесь есть уже предопределенные правила, которые мы выбираем. И накладки регламентированный учет. Мы также заполняем счет учета и принимаем, либо не принимаем по налоговому учету. Дальше мы вводим документ приобретения услуг и прочих активов. Если мы хотим, вот у нас есть закупка от посадщика. И есть дополнительные расходы, которые нам выставила логистическая транспортная компания. Такие расходы лучше вводить документам приобретения услуг и прочих активов. Конечно, вы можете ввести документам приобретения товаров услуг, но в этом случае вы их не сможете именно распределить, потому что распределение, вот эта кнопка распределить на документы поступления, она есть в документе приобретения услуг и прочих активов. В документе приобретения товаров и услуг такой кнопки нет, потому что документ приобретения товаров и услуг, он фиксирует номенклатурные затраты. В этом документе вы должны будете выбирать номенклатуру какую-либо, А в документе «Приобретение услуг прочих активов» здесь вы фиксируете статейные затраты, то есть те затраты, которые, ну так скажем, они по статьям. Не по количеству у вас на складе где-то лежат, а именно какие-то затраты статейные, такие как аренда, зарплата тоже относится к статейным затратам. Соответственно, вы здесь, когда вы вбили всю сумму и нажимаете «Распределить на себестоимость товаров», то вам открывается вот такое окошко «Распределение на себестоимость», и в принципе вы здесь можете тоже выбрать пропорционально, чему вы распределяете. Вот отличающийся способ, но не рекомендуется. Если у вас в статье «Расходов один способ», то такой же способ и здесь. Выбирайте. Выбираете документ «Приобретение», нажимаете «Распределить», и вот наша сумма распределилась на этот документ. Можно несколько документов «Приобретение» выбрать, переносите в документ, проводите, и у вас все расходы таким образом встают на штат учета. А как отследить себестоимость? Что касается себестоимости в программах 1С ERP, комплексной автоматизации, управления торговлей, в отличие от 1С бухгалтерии, где у нас проводки и все-таки все считается сразу же при закрытии месяца, точнее при проведении документа. В этих программах себестоимость товаров, что в оперативном учете, что в бухгалтерском, тем более в бухгалтерском, она сразу не посчитается. И часто бывает такое, что бухгалтер говорит, а где моя себестоимость? Не понимаю. Себестоимость считается двумя способами. Промежуточная себестоимость всегда по среднему считается. Даже если у вас в учебной политике задан способ FIFA, то себестоимость по FIFA у вас посчитается только при закрытии месяца. Поэтому промежуточный расчет себестоимости, он может быть не всегда корректный. Он такой приближенный, предварительный. Поэтому в системе так реализовано. И мы с этим, в принципе, ничего не можем подделать. То есть у нас есть средняя себестоимость и все. Соответственно, для того, чтобы увидеть себестоимость продаж, нам нужно сделать расчет сначала себестоимости. Это может быть как расчет промежуточный с помощью регламентного задания, так и вручную мы можем его сделать. Чтобы сделать его вручную, мы заходим на сфере администрирования. Сейчас я говорю о промежуточном расчете. В раздел обслуживания. Регламентные операции, регламентные фоновые задания. И здесь у нас в списке фоновых регламентных заданий есть задание на расчет себестоимости. Так он называется. Расчет предварительной себестоимости товаров. Мы его просто нажимаем выполнить сейчас, и он выполняется. Также мы можем настроить расписание. Для этого мы вот так открываем расписание. Мы можем, например, настроить его. Здесь есть кнопка, да? Настроить расписание. Мы можем настроить, чтобы оно выполнялось само по себе. Каждую ночь в час ночи. И все. И тогда у нас каждое утро будет себестоимость по реализациям предыдущего дня рассчитана. Ну, промежуточная. Вот мы сделали предварительный расчет себестоимости. Посмотреть мы можем себестоимость продажа. Например, в разделе продажи это отчеты оперативного контура. Такой отчет, как валовая прибыль предприятия, например. Бухгалтеры тоже часто им пользуются. И здесь вот мы видим, что у нас есть реализация. Ну, есть некий заказ клиента. Тут у меня какой-то вот совсем неправильный. Ну, вот есть некий заказ клиента. По нему у нас себестоимость. По нему у нас вот реализация. Выручка 120. И тут у нас долларов, да? Выручка 120 долларов. А себестоимость 48. В том числе у нас стоимость закупки сюда встает. Тот и дополнительные какие-то расходы. Итого можем посмотреть валовую прибыль и рентабельность. Отражение в бухгалтерском учете делается уже, вот как я показывала, если мы зайдем в документы, в дебет, кредит. Здесь нажмем отразить в документированном учете, то документ отразится. Но также можно сделать это и с помощью обработки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok